Мартинес Мартинес Как я уже упоминал, этот класс более быстрый. Нужно быстрее реагировать на поворотах и быстрее ехать по прямой. Здесь целых шесть скоростей. В предыдущем классе их вообще не было. Ездить намного сложнее. Требуется больше физических сил. Симас является одним из самых молодых пилотов картинга и только начал свою карьеру в классе КЗ-2. Уже в первых соревнованиях он заставил старожил этого класса задуматься, так как два раза подряд занял вторые места. По утверждению Симаса, ему придется поработать и усовершенствовать навыки, в то время как его брат Мартинес был очень удивлен таким неожиданным результатом юного спортсмена. На самом деле мы даже не ожидали, что Симас может так быстро адаптироваться в новом классе. Он перешел в новый класс. Туда, где ранее был я. Там далеко не у всех взрослых есть столько физических сил для того, чтобы преодолеть всю дистанцию. На самом деле очень странно, что его адаптационный период прошел так быстро. Он освоился, стал сильнее, так как раньше, проехав 10 кругов, он был абсолютно без сил. А сейчас с Малининкой, на самой сложной трассе, где очень много поворотов в одну и ту же сторону, из-за чего ужасно стоят шеи и руки, он прекрасно справляется. Малинка – это, наверное, лучше Литовая трасса, потому что он имеет много греотых в одну и ту же сторону. Это очень поворотный кокласс, руководство. Он очень хорошо створит. Мартинес, который сам был представителем класса КЗ-2 и является многократным чемпионом, прекрасно понимает, что необходимо для участия подобных соревнований. Дает брату советы и делится опытом. Скорости ему не занимать. Но, на чего на самом деле не хватает, это смелости при езде. Поскольку скорости между его бывшим и настоящим классом действительно отличны. Он может ездить столько времени, сколько это делал я или делают его основные соперники. Но особого ощущения при стремлении обогнать пока недостаточно. Это, пожалуй, единственный недостаток. Но, я думаю, мы справимся с ним в скором времени. Сейчас Мартинес сам уже не садится за руль картинга. Все свое время он посвящает карьере брата и обучению транспортной инженерии в Вильнюсском техническом университете имени Гидеминеса. Я действительно немного скучаю по картингу. Но хорошо, когда есть замена. А также у меня самого есть знания. Я совсем не ушел из картинга. Мы постоянно тренируемся с братом и с другим учеником Андрюсом. Пока есть дела, нечасто приходится задумываться о езде, что ее нет. Симас, который пошел по стопам брата, утверждает, что постарается достичь его высот. А Мартинес говорит, что не боится того, что брат может его обогнать в победах. Да брата мне еще очень далеко, но я буду пытаться хоть немного его догнать. Если бы брат меня обогнал, я бы был очень рад. Главное то, чтобы финансовое положение позволило в достижении этого. А в остальном все зависит от вложенных сил. Мартинес прогнозирует, что если Симас и дальше будет так совершенствоваться, на следующих этапах можно ожидать и первых мест. А Симас, демонстрируя коллекцию наград своих и брата, говорит в своем стремлении в этом сезоне пополнить ее несколькими кубками. На это надеется их отец Гедеминес. Очень хорошо. Я думаю, что все очень хорошо. Многие говорили о том, что переходе из детского класса в класс взрослых он не выдержит. А он едет нормально. Пока является одним из лидеров. А как получится продержаться, пока неизвестно. Но я думаю, что все будет хорошо. Юный гонщик рассказывает о своих главных победах. Выделил литовские и балтийские чемпионаты. Начну с прошлогодних соревнований по картингу, когда я стал чемпионом. Среди многих конкурентов были Лукас Станявичус, Йорис Дамчус, Игнас Дагилис, Андреюс Сапочкинос. Соревнованиям надо было много готовиться, тренироваться. Тренировок для завоевания титула чемпиона было много. После этого были прибалтийские соревнования. Там я тоже победил. Стал чемпионом. Мне также пришлось много тренироваться. Ездить за границу, а не только по Литве. Также я был победителем в зимних соревнованиях. Здесь в свободном классе. А еще раньше я был чемпионом в зимних соревнованиях ракет. Зимой интереснее ездить. Упираешься в сугробы, едешь по снегу. Холодно, правда. Но в остальном все здорово. Несмотря на новые вызовы, Симас остается лидером чемпионата. Первый этап этого года закончился в сентябре. Именно тогда и выяснится, получится ли у Симаса сохранить титул чемпиона класса КЗ-2. Симаса кубин rival. Продолжение следует...